Приветствуем вас за финальным столом турнира в элитарном покерном клубе Clubhouse Texas Hold'em Congratulation Tomorrowland. Для игры в нашем клубе всего два правила. Это знание комбинаций и хорошее воображение. Господа, тусую карты. Андрей, сбейте. Указательным пальцем тыкаю чуть ниже центра колоды. Спасибо, перетасовал. Я раздаю. Вы должны придумать себе карты. Вау. Охеренно, блин, раздал. Спасибо. Валентин, ваше слово. Показываю потерянный взгляд при достаточно хороших картах. Чек. Улыбаюсь, будто читаю игру. Но на самом деле вообще забыл, что загадал. Постучал по столу. Перебираю пальцами фишки, постукивая ими о стол всем назло. Чек. Итак, я выкладываю три карты на стол и озвучиваю их. Чек. Девять бубна, валет трефа и дама бубна. Хорош, хорош. Сиди, су. Легкое поднятие бровей с ощущением доминации. В связи с этим поднятие ставки. All in. Зависть к возможности поднятия бровей. Шок, но при этом безразличие к виртуальным деньгам. Уравнял. Подозрение Андрея во лжи. И символично, если Коля будет коллировать. Уравнял. Все помнят плоп? Да, там девятка бубновая, дама бубновая и валет пика. Какая пика? Валет трефа. Да сам ты валет трефа, там валет пика. Валет тут один за столом. О, слушай, ты каждый раз у тебя с памятью отбиваешься. Парни, можешь, но нормально играть. Выпей девички. Да ты куда лезешь, пацаны. Господа, по-моему, там все-таки был валет Чирва. Давайте опираться на эту масть. Да вы вообще кончили. Кто так может? Ну как так можно играть вообще? Закни свой рот. Закни свою пасть. Тихо. Я знаю выход. Сейчас переходим на Gigi Покерок. Я бросаю всем ссылку. И там играем. И на воображаемый день я настоящий. Нам там хотя бы 11 долларов на счет скинут при регистрации. Шо, шо, и там прям комнаты есть? Ну, прикинь, и комнаты, и столы. И можно играть без карт, как у нас. Но только нормально. Андрюха, Андрюха, а ссылочку где найти? Короче, я вам в личку скину, а для всех, кто видео смотрит, ссылка в описании. ДЗК – это игра, в которой один из участников загадывает любую фразу-ответ, а остальные игроки должны рассмешить его фразой-вопросом. Если участник засмеялся, загадывает следующий. Доброго дня, Украино! Витания, Беларусь! Росія, Казахстан, Азербайджан. Всім, треба сказати. Всім, хто був у Союзі. Чому ми розмовляємо українською і ми поговоримо потім? Бо зараз ми хочемо поговорити про тих людей, які знаходяться справа та зліва від мене, та зліва та справа від Колі та Андрія. Валентин. Дивлюсь і не розумію, чи тут 34 канал, чи щось не так. Мені здається, що в імені Валентин не хватає «е». Не вистачає «е». Не вистачає «е» в кінці. Валентин. Валентине. 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 Шановне Валентине. Так. Щебечеш як соловейце. Зрозуміло. Натяк, Натяк зрозуміло. Зрозуміло. Миколо. Миколо. Дякую. Дякую. Отже, пані та панове, ми раді вітати вас на ютуб каналі «Леви на позашляховику». «Леви на позашляховику». О! Тепер говориш ти. Так, міняйтеся місцями. Він головний. Він головний. Він головний. Ви що, серійно? Продовжуй. Продовжуйте, Миколо. Валентин, нехай відпущене. «Леви на позашляховику». Та я сьогодні радий представити гос… Андрій. 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 Ні, Андрій. Андрій. То ми продовжуємо. Пані Абонова, всім привіт у цій студії. Сьогодні. Сьогодні до нас угості завітали Тарас Тадницький та Таня Песик, Вей Пітерлокий. Скільки років. Нам очень приятно, ребята. Реально, это круто. Ваня, я сидю на тебе і чую, як кипить в тебе мозок. Прямо. Все, ви пересели. Прикольно. Давайте сначала узнаем, как дела. Я знаю, що, ребята, серіал імеється. Я так, знаешь. Наводочка. Наводочка в разговорчик слів. Опа. Що за серіал? Танька і Володька. Не повериш. Хоч ти дуже серйозно це сказав. Я поки що не в'їхавши в тему. Але, ну да, Танька і Володька є. Є ще у нас ютубний проєкт. Він ще не пішов. Прогано їм знімати десь на днях. Тоже серіал, да? Серіальна історія. З вами. З вами. Він бреше зараз. Не знаю, я ця тупо... Хочете, знаешь, якусь помпезність таку створити. А, ти просто придумав. Непрості люди до вас прийшли. Ми повернулися в «Ліву сміху». О, це прикол. Раскажіть, що-то, що-то. Немножечко. 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 Сплетенька. Ми були вчора на редакторі. І що? І є новий редактор вже. О, редактор «Лігі сміху». А ну, как це? Андрій Петрович і Вурін. Є ще одна інформація, що в цьому сезоні, да, деньги будуть за, ну, побіду. Мільйон. О, так ми не знали. Да-да-да, звісно. Мільйон гривен в цьому сезоні буде за победу в Лиге. Представляєте? Я тільки що побачила, як дівочка в першому ріді паціка штрихнула, типо, мол, «мільйон». Пойдем. 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 Пуле ти сидиш. Ти нормально. Че так встав, пішов, автуримся, пишем сценарий. Іра, успокойся. Я не смешно шучу. То я дома, как перну, ты так смеюся. В «Лигі сміху» такое не пройдет. В смысле? Там же ж новий редактор. Може, вже можна. А мне, можна я… Да, давай. Реальна історія, зв'язана з командою «Вип Тернополь». Та ладно. Которая похвалять ребят. Нема такої історії. А я нахуй. А я нахуй никому не нужна. Но я скажу для зрителей, она никуда не войдет. Когда-то ми играли… Подождите, подождите, а вам она нужна? Да. Я быстро. Играли мы, значит, в моей дурацкой волости, в «Лиге смеха» на фестивале. Были. 22-й командой 5 часов концерта шло. И мы были предпоследние, а ребята последние. И мы такие вышли, естественно, на сцене. Ну так себе было, откровенно говоря. И мы такие, ну бля, это то, что зал устал. Как можно после 4-х часов вообще, блядь, что-то делать? Потому что я успел и поспать, и два раза в туалет сходить. И после этого тоже поспать. И, короче, это еще только 2 часа прошло. Короче, 4-х часа концерта, все последние команды обсираются. Я думаю, ну сейчас эти «Вип Тернополь», шо, блядь, чем они лучше нас? Четыре часа концерта, там люди уже спят. Давайте, блядь, удачи. И эти выходят. Ну, шо, блин, нафиг, да, 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 да. И там просто там бабушка, бля, просто разъебно-разъебе. Он с сапогом уже в зал, люди умирают. И думаю, вот это бля, профессионализм. С другой стороны, ну, посмотрите, как Коля готовился к выступлению. Посрал, поспал. Я два раза поспал с каким-то твариатом. Возможно, я дал всю свою энергию в туалете, возможно. Ну что, давайте на такой прекрасной ноте в ДЗК. А давайте, давайте в ДЗК. Давайте я, да? Да, да, конечно, конечно. Добрый вечер тоби, пане господарка. А ты точно Бред Питт? Семь сотки в земле и в доме Жмеринцы. А ты точно Бред Питт? Я вот это не живой, а нахуй играю в жизни. А ты точно Бред Питт? В метро посел. Что робишь сегодня вечером? Очень рад видеть. Чем день лучше ночи для тебя? Чисто для тебя? Очень рад видеть его. Навальный в Россию приехал и Путин такой. Очень рад видеть. Да, есть. Андрюха, глянь, собака. Человек в хату зашел подкованный. Да. Уважаю. Ну, это смешно. Да что-то кручусь-верчусь, все никак не получается. Что ты джики-чан, блядь? Да что-то кручусь-верчусь, все никак не получается. Погнали, я готовился. Раз, пидарас. У меня нема детей. Я же не просил доказать. У меня нема. Скажи на украинском, у меня 32 кота дома. У меня… Не специально смеши. У меня нема детей. Людмила Янукович. Все? Посмотри, звидкость вытягнула. Да, я хотела сказать, как это ты? Людина первый раз за 8 лет выгибнула, блядь. Да, Людмила Янукович, популярный гость нашего шоу. Ну шо ты, пидрила? Мне б такой. Какая она… Волына. Такая. Мне б такой. Купела себе стропон. И на мечах с тобой деремся просто. Уху. Мне б такой. Две тайские проститутки дивляться на Колю. Мне б такой. Спасибо. Ну маленький, чтоб меньше было приклеивать к ноге. Ну давай не дать думала. Понятно, понятно, понятно. Валик, две новости. Ты очень завистливый и у меня рак. Завидуешь, завидуешь не там, где надо вообще. Ну мне б такой. Да классно, как козырек у тебя, как кепка вырос. Как рак? Ну просто вот такая кепка. Прикиньте, повезло человеку. Как кепка. Я такое выражение между двума сержантами, если чусь. Сурорких кепках. Ты переживаешь корейско-украинскую границу. Есть, есть, есть. Оно встал! А? Что? Да забейте. Наркоманчик, который чуял запах шмальки чуть-чуть. А? Что? Да забейте. Там менты бьют бомжа. А? Что? Да забейте. Что делать с тазобедренным? А? Что? Для разминочки. Для разминочки. Тазобейте. Владимир Владимирович. Блять. Давай, давай. Владимир Владимирович, там люди на болотные собрались. Оторвитесь от Варкрафта. А? Что? А почему Зеленский? А ты сказал же Зеленский. Не, не. Владимир Владимирович. Тазобедренный сустав тазобейте. Вот оно где. Блять. Андрюша, очнись, очнись. Дед, мы нашли твой слуховой аппарат. А? Что? Тазобейте. Пиздато в тишине посидеть. Без вас, дебилов. А мне нравится. Да, есть. Копыто. Убрал здесь купе для випов. Ты абсолютно прав. В следующий раз полпышечки надо. Ты сам такой же, понял? А сделай лицо в котором. Надо по чуть-чуть. Ты абсолютно прав. Ты абсолютно прав. Я все. Я поплыл. Робинзон, вертайся. Я все. Я поплыл. Представляем ваше внимание абсолютно новый продукт питания. Плавательный срок. Я все. Я поплыл. Так не тебе смеяться. Не, мне смешно. Коля, Коля. Будешь лечу. Ой, я все. Я поплыл. Кстати, там лечо. Баночка, баночка. Оно же очень похоже на самом деле. Давайте. Я погнали. Ты такой кореглазый, с ума сойти. Вы не геть мускай. Ну че, можно щи. А ваша этой располневшая хать или как она так? Нет, понял? Это на входе в кривку пароли. Можна щи. Да. Валентино, но. Фу. Дрищ. Я боюсь просто обидеться. Давай, давай, давай. Это бы и хотелось бы. Давай. Да, этого и ждем собственно. Я попрошу, вы Ирина Супунару? А, не Валик, а ты не. Фу-фу-фу. Дрищ. Я просто боюсь обидеть, но не тебя, Валик. Так бы сразу сказать. Ира, привет. Привет. Привет, Ира. Лучше подруга передает. Привет, Ирочка. Это женский квартал. Богиня. Здесь крысы за спиною шутят. Обосрут любую тёлку. Это женский квартал. Мы змеи. Шшш. Шшш. Угу, я. Я б такого песика схавал. А ты в ней ж добывата. Ты думала две? Три складки. А она увидела. А ладно, я на ходу. Давайте. Тебя Манжосов искал. Реально неожиданно. Реально неожиданно. Серьёзно? А чему так в России борезы шумлять? Реально неожиданно. Коля, я должен тебе признаться, ты гей. Реально неожиданно. Коля, у меня тут член. А, Коля. Е. Сколько тебе лет, девочка? Хочется нормального мужика. Коля. Все нормально. Не хочу хвастаться, но я ебусь так, что кони рыгавил. И кони этим недовольны. Я у них не спрашивал. Да, конюх вообще в суд подал. Коля один раз в конюшне женщину привёл, и кони обрывали. Мы уже смотрели на это, блядь. Да, да. А кто у нас тут такой гарненький? Замёрз просто жопа. Каждый киевский афроамериканец. Киевский афроамериканец. Замёрз просто жопа. Охранник ЗТБ просит тебя в сельпо. Замёрз просто жопа. Янукович возвращается с Ростова. Причина возврата. Замёрз просто жопа. В Ростове холодно пизде. Можно в мой дом? Скажите, пожалуйста, а вы полностью замерзли, или какая же часть? Замёрз просто жопа. Коленька, что с тобой? Замёрз просто жопа. Родной, ты чего? Коленька, что такое? Поддержка девушки, знаешь. Коленька, а где он наш? Спрятался мальчик. Есть. Якою буде перша фраза, с якою москалі ступлять на Марс? Каждый день одно и то же. Каждый вечер-вечер начинаю думать. Каждый день одно и то же. Это где-то один кашевой сидит. Да, да. Як стосовно с сегодняшнего вечера? Да, это моя швейная фабрика. Шо, Коль? Зашился? Да, это моя швейная фабрика. Торпеда вшита. Коля, а якщо накрою твой притон парафасовцей кокаина, шо ты скажешь? Я скажу, да, это моя швейная фабрика. Ничего себе, ты к концу своего писюна еще один пришел? Да, это моя швейная фабрика. Видишь, не всегда работают писюнки. Только одержи. Начальник райвидео, а шо це всі ваші на когось щось пишуть? Хорошо. Вы поняли. Да. Типа, дело шьют, вы шо, дебилы что ли? Я очень люблю, я очень люблю такое. Притом понял, все и так поняли без моих объяснений. И что? Справились, Коль, справились. Коля просто единственный человек, который сделал вид, что понял, да? Все понял, а, а, вы долбоёбы. Да, я готовый. Ты знаешь, что если твое имя прочитать латиницей, то получится тапак? Я не могу на это дивитись. А что у тебя на левом глазу? Я не могу на это дивитись. Последнее, что ты сказал перед тем, как яички отрезать себе. Я не могу на это дивитись. Украинский валика. Я не могу на это дивитись. Слушать нормально. Смотреть вот эти потуги. Приемный отец, скажи только, пожалуйста, свое честное мнение. Ну, как на дусе? Как на дусе чувствуешь? Как тебе мой блэк-данс? Так натурально, Коль, так натурально. Эта школа будет участвовать в шоу «Обратный голос». Он приходит, и люди должны, блять, не отвернуться от этой хуйни. Я не могу смотреть. Это, чувак, «Обратная Украина – мои таланты». Там все с такими талантами. Нужно сделать так, чтобы человеку было противно на тебя смотреть, а он отвернулся. Называется шоу «Коля имеет талант». Пиздобоин. Да. Как называется твоя прическа, Коль? Мы с Анатолием, чем завтра марафон бежим. Притом не Анатолий Анатольевич, а просто мой дяхан. Ну что, резко? Ну было и было. А, Толич всегда классно. Толич всегда классно. Все. Все. Это законченное предложение. Е. Фу, бля. Чувак, реально на моем месте. Работает всегда. Фу, бля. Обстрых ногти. Фу, бля. Тарас, а как ты тогда выкрутился на выступлении, когда забыл слово «вуаля»? Фу, бля. Здравствуйте, Тарас. Очень нравится ваша страничка. Хотели бы вам предложить прорекламировать русики Андрея Тано. Фу, бля. Зэнсина, Зэнсина, а дайте нам презервативы. У нас с тобой есть 33… Фу, бля? Фу, бля. Фу, бля. Фу, бля. 33, фу, бля. А как вот эти супы вот этих, сука, в Тайване ходячих и баны, бля? Фу, бо, бу, бе. Фу, бля. Фу, бля. Фу, бля. Ой, бля. Ой, фу. Знаете, вот эти… Это был смех? Да. Это был смех над нашей нацией? Вы смеетесь над супами, да, азиатским? Очень смешно. Борщ, бля. Коля, там не было смеха, але чтоб специального больше образоваться, да. Не-не, тогда не, давайте еще, ну, чтоб смех. Анатолий Сергеевич, здравствуйте, проходите. Дети очень старались к вашему приезду костюме, все делали своими руками, посмотрите. Фу, бля. Все нормально, да правда, где-то грубо, но правда. Это тот же мой отец, который… Это он депутатом работает, поехал в садик проверять, понял? Бля, шо дома дебил, шо эти. А тебе всенавив, чтоб субсидии выходит? Да, да. А тебе всенавив? Да. Есть. Ты именно сука такая клоунеса, тупо носик и пик-пик, блядь, ходячий. Ну да, и что вас смущает? То есть вы в детском бассейне просто срете сейчас? Ну да, и что вас смущает? Я люблю, когда коленки не в воде. А ничего, что вы зашли в Криевку и начали спевать гимн России? Ну да, и что вас смущает? Я правильно понимаю, сезон маскарада на плюсах закончился, давайте на Украине покажем шоу «Маска»? Ну да, и что вас смущает? Продали Лигу смеху на СТС. Ну да, и что вас смущает? Вот это да, у Порошенко диабет. Так это правда. И что вас смущает? Бля, это такая ирония доли, у него диабет? Он шоколадный король, у которого диабет. Прикинь. А, еще загадываем? Да, и что вас смущает? Петр Алексеевич, а вы думаете, вы тогда похудели, вы думаете, вас не выбрали, потому что вы жирный? Ну да, что смущает? Это же ему сейчас все телки в директ пишут, да? Он похудел. О, Петя красавчик. Наверное, у него есть бабки. Сейчас где-то в планочке стоит, блин. Порошенко на планочке. И галстук наполовину лежит просто. Он же мне кажется всегда в галстуке. О, бля, хочу, отдал бы, ну, мизинец, чтоб увидеть, как Порошенко в планочке стоит. Чувак, как ты чай потом пить будешь, ты вообще ебалый? Не по-английски, Коль. Я загадал. Кто тебя создал такую? Абракадабра! Коля, покажи свою суперсилу. Абракадабра! Украинский алфавит весь перечислю. Абракадабра! Пана Ермака, как вы складали бюджет на наступный рік? Абракадабра! Коль, та расстегни ты уже, ну, двумя руками этот лифчик. Извините, я чувствую. Абракадабра! Ну, ты понял, там же еще двойное дно. Ну, типа, бра еще, по-моему. Гада-бра! Меня с первого дна разъебало. А первое дно? У всех же, что был этот неудачный опыт, когда ты думаешь, сейчас одну ручка, бам, а там, да, вообще, и мне еще пальцы жирные. А там три, а там четыре, вот такие, бля. А, четыре, я вот это четыре, когда я вообще, вы че, понимаете, в два ряда, знаете, четыре в два ряда. Вот так вот, братья держатся. Я когда-то видел четыре в два ряда, ну, типа, а еще прикол, у нас чувак в школе был, просто две информации абсолютно разные. У нас чувак в школе был, он знаете, как девочкам лифчики расстегивал, он просто подходил вот так локтем, понял, вот так, сжимал и расстегивал. А, вот так вот. Вот так, да, еще ломал хребет. Подходил просто. Какой-то хлоп. А наш чувак, знаешь, как девочкам лифчики расстегивал, сзади кирпичом ебашил, и они лежали очень удобно. Этот мальчик ты, да? Ребят, это еще что, в мире придумали эти, пояс верности для члена. Электронный пояс верности для члена, открыть может только жена. Ты же точно бабы придумал. И чувак, да, бля, конечно. А мужики, долбойбы, не смогли объяснить, почему он нам не нужен. Короче, ну, не додумался человек, не смог, бля, привет. Привет. И шо, и шо? И чувак очень легко взломал эти все члены. Кокер. И говорит, присылайте мне тысячу долларов, и заходите, чтобы я открыл. Он там говорил, в биткоинов, пришлите мне там чуть-чуть денежек, там тысячу баксов, типа. Сука. Смешно, что, типа, чувак один рассказывает, первый, кто столкнулся с этой проблемой, говорит, ну, он мне присылает это письмо, а говорит, как хорошо, что в этот момент он был не на мне. Типа, нахер он тебе тогда нужен. Кстати, эту информацию и другую классную информацию читайте в Голубиной почте Лузана. Не, это, ребят, это не моя, это ребята занимаются. Голубиная почта в Телеграме, ссылка внизу. Есть, есть. Будешь? Дешевле только билеты на авиасейлс. Ой. Не знаю, что ты в голову попал. Почем твоя жопа, Андрюшка? Это плохо для интеграции, держись. Но хорошо для Андрюшки. Дешевле, такой намек, намек. Дешевле только билеты на авиасейлс. На днях летал на кукурузнике от Бундюэль. Дешевле только билеты на авиасейлс. Есть, туда же, туда же. Я вчера на бутылку сейлс. Дешевле только билеты на авиасейлс. Дешевле только билеты на авиасейлс. И это было хорошо. Я, ну, чисто, нам надо пять раз сказать. Дешевле только билеты на авиасейлс, ребят. Дешевле только билеты где? На авиасейлс. Ты вот так сказал, Петров, это будет в эфире? Да, да. Так и будет, ребят, так и будет. Классно пять дал, кстати, там. А, ты хотел пять? Чувак, там просто все смотрели. Я понимаю, я понимаю. По ссылке в описании. Поезд дешевых авиабилетов. И тут сейчас перебивка классная такая. Авиасейлс, поезд дешевых авиабилетов и классные перебивки. Да, да, да. На всякий случай, на всякий случай. Где ты так дешево летаешь? За это и выпьем. Валик, ты отличный пантамин. Кофе, кофе. Стой, стой, стой. Сдула пенку, сдула пенку. Спасибо. Что за ты? За это и выпьем. А, за это и выпьем. Кока-кола попросила в коле якусь дуже креативную интеграцию. За это и выпьем. Мужчина, ну ваш анализом мочи, ну кристально чистый держите. За это и выпьем. Будь здоровы, кристально. Какой серьезный, да? Ага. Мачо. Хуем помпачо. Ой, как плотно. Там было очень хорошо. Хуем помпачо. Струмпачо. Да. Что ты, мачо-лечо? Давайте без пафоса просто король Николай. Коля, ты стал главным среди ОТГ бомжей. Давайте без пафоса просто король Николай. Каву куму. Давайте без пафоса просто король Николай. Король Артур, у вас проблемы с памятью. Давайте без пафоса просто король Николай. Так, ну результаты по короне пришли, выявлена корона. Как вас записать? Давайте без пафоса просто король Николай. А помнишь, как мы в шахматы играли, а ты решил на ферзя сесть? Такой, после этого я выиграл, я выиграл. Ай, не без пафоса. Вот этот случай, когда в тот вечер Коля был на коне. Да, вообще все фигуры в ход пошли, если честно. Покажи Ельцина. Это школа актерского мастерства Заряного Николая. Вступительный экзамен, ваша актерская задача показать сонного гея. Как там вот эта песня? Вот этот звук и потом казачок. Казачок. Что никогда не сделает внуку деду на даче? Ну, дед сидит. Давай, Дубье. Что никогда не сделает Никуйчич? Мне его жалко просто после этого. Мы так его сошутим. Андрюх, когда вот только перед маршруточкой побрил подмышки такой на уверенных. Ну, то есть у тебя маршруточка, надо побрить подмышки? Ну, побрил подмышки, едешь маршрутки и на уверенных. Да, да. Еще и к кондуктору, да? Да, да. Колян, только тихо. Я Андрюхе в кресло выезжающий пенис вмонтировал, смотри. Чувак, мне нравится, что он работает по свайпу. По свайпу. Не, ну ты его чисто до какого уровня? Ты регулируешь просто. Нет. Выезжающий пенис. Алло, я пенис, выезжаю. Чувак, чувак, когда перед тем, как в жопу тебе заехал, набирал. Я выезжаю. Ага. Я? Да. Алло, это у вас умр беспокоит, я переезжаю. Фигушки. Для любителей футбола Луиш? Фигушки. Ой-ой-ой. А вот они, любители футбола. Для любителей футбола, а не юмора. Эти любители футбола, поебитесь уже. Захожу в магазин старых метафор. Здравствуйте, а Дуля с Маком имеется? Фигушки. Признаться честно, мне кажется, я не сразу готов к фистингу. Может, начнем с чего-то поменьше. Фигушки. Дружина Навального. Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим. Фигушки. Фигушки домой. В Домодедово пиздуйте. Бля, у них аэропоты, Домодедово, Внуково. Аэропот. Аэропот. Это когда ты выходишь с 11 часов перелета, и у тебя… Аэропот. Аэропот. Валик, может, ты какую-то нормальную ответственность придумаешь? Фигушки. Рошки, дули, кулаки – это признаки любви. А фигушки, что ты гей. Что скажешь? Фигушки. Неожиданный вопрос от Дудя, да? Рошки, дули, кулаки – это признаки любви. Фигушки. А шо фрезеровщик не может показать своим детям, когда они приходят денюжку покупать? Фигушки. 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 Понимаешь, так вот… Рык, по чуть-чуть. Было раньше, Танюха, было раньше это починато. Моя шкатулочка. Валик, заткни ее. Фигушки, блять. Фигушки. Это что получается? Шуточный оргазм. Не, я знаю… Это… Это глубокий юмор. А вы играли вот эту… Как у вас эта игра в детстве называлась, когда ты вот так и муравья и башешь? А кто так муравья и башешь? В игре должны быть хоть какие-то правила. Коля, блять. Когда ты вот так… Это ж на ней та игра. Фигушки. Да. Когда идем в спортзал. О, надо в Инстаграм выложить. Что ты, Коля, посрал? О, надо в Инстаграм выложить. Дядя Жора после инсульта проснулся и такой… О! Жив. Надо в Инстаграм выложить. Ну, это ж реально так. Ну, я ж, ну, с любовью. Ну, блять, он первым делом выложил в Инстаграм это. Когда мне… Да, серьезно. У него был инсульт, он выложит это в Инстаграм сразу. Сходу. Чувак, а что, это не событие? О, блин, я же за губы пил ифон. О, надо это выложить в Инстаграм. Муж мой прыгал в бассейн с сухим льдом. Что? Это никогда не перестанет быть хорошим. Вы видели, как они с новым мужем на Новый год ищут хату? Желательно, чтоб с бассейна. Да, да. И посоветуйте какие-нибудь игры накопать. Это, ну, это правда. У нее сейчас новый муж, она через полгода вышла замуж, прикинь. Даже раньше что-то там. Не, ну такая, такая женщина, что ее осуждать. Ей нужен такой мужчина. Да. Кольц. Не хочешь? Есть. На попе шерсть. А можно быстрее? Наглый работник Макдональдса, когда человек к нему долго за кассу идет. А можно быстрее? Валик, валик, валик. Ааа. Ща, я стараюсь. Так же, в Макдональдсе, так же в Макдональдсе. Подъезжаю. Андрей, давай еще доиграем. Алло. Алло. Глова. Говорите быстрее, а то я вокруг оси кручусь. А можно быстрее? А можно быстрее? Стараюсь. А че, двухколесный транспорт в Глова приветствуется? Там четыре колеса, чувак. У кого? У коляски. А у тех, кто постоянно на балансе. А у тех, кто постоянно на балансе. Два. На балансе. Это же балансборд такой. Сука, он именно показал на балансе человека с поднятыми ногами. Да? Ну так ты балансировал на… Чувак. На колясо, чувак. Не бывало такого. Ты знаешь? Люди, которые купили суперпиздатые кроссовки, боятся их загрязнить. Ездят. Понял? Вот так вот. Чисто, чтоб не замазать обувь. У меня новые кроссовки. Вы что? Да. Я просто втюрила, трескала, вкрашила. А я потомственный серфер. А че ты на доске женился? А я потомственный серфер. А вы свои уроки на серфе завжди выкладаете на потом, да? Тоже хорошо. Я просто потомственный серфер. Это очень классная штука. Можем ее вырезать в сезон возьмете. Не, он потомственный. Это очень смешно. Реально, ты выбегаешь с бордом и говоришь, я потомственный серфер. Это охуенная штука. Если тема будет серфер. Серфер. Если вдруг тема серфер, звоните, мы выйдем. Не Гавайи, типа Гавайи, чтоб обвязать можно было. Хорошо, молодец. Я? В КВН не кумекаю немножко. В КВН, жаль, что его уже нет. А давайте у русских КВН купим. А не у нас Лигу смехов, но у КВН, блять. Давайте. Є, є. Тарас Шакур. Зачитай свой любимый реп. Краще уже не будет. Тарас Шакур. Это украинская легенда репа. Не, чувак, он просто в бандане ходит. В Вальковой голове, да. Две хвилины. Краще уже не будет, Танюха. Мне 37. Чего ты ржаешь? Мне тоже будет 37. А как, интересно, будет называться восьмой сезон Лиги смеха? Это битва титанов. Краще уже не будет. Это ж ты неделю загулял, неделю от всех. Тебя все искали. Все говорят, что это забродил наш Тарас. В честь него квас назовем. Краще уже не будет. На это и расчет. Алло, Тарас. Алло. Это твой стилист. Короче... Короче, вот так хорошо. Все, блин. Я свинку на кофту придумал. Краще уже не будет, Валя. Бля. Мей стилист – це, блин, просто. Це оксюмарон. Я и стилист. Да, есть. Валя, какие планы на 2021 рік? Журнал «Базар» выписываем ежемесячно. А есть такой реально журнал? Просто интересно. Это даже фраза такая в фильме была. Бурда там была. Журнал «Бурда», извините. Базар убираем нахуй. Не, «Базар» тоже е. Базар прикинье. Базар е. Е базар. Но в фразе «Бурда». Так а зачем ты смуту внесла? Нормально, нормально, нормально. Бурда, потом и это. Классно. Боже, Валяк, а да ты купил такий, блин, охеренный пиджак? Журнал «Базар» выписываем ежемесячно. Кстати, такой пиджак только у троих людей в украинском шоу-бизнесе. Давай так, начнем с того, что это не пиджак. Ну вот эта хуйня. Ну и давай наступные жуты купивцы на сейде. И еще два человечка, это, ну я видел в проектах разных, Ткач и Бирча. Что говорит о чем? Алло, стилист, блядь. И охранник на Базарабском рынке. Пиздец. Ткач, Бирча, Валик. Три иконы стиля украинского шоу-бизнеса. Откуда вы черпали это вдохновение для своего стиля? Ужасно. Якусь убитно. А шо говорить? А, я должен... Не, блядь, давай, я поиграю, что-то, блядь. Сидит, что-то расстроился, что он скажет. Журнал Борда выписываем ежемесячно. Базар выписываем ежемесячно. А че у вас тут на зоне, какие развлечения? Журнал Базар выписываем ежемесячно. Короче, вы выписываете еще и журнал Рифм? Журнал Базар выписываем ежемесячно. А шо это у вас так много журнала Базар? Как дупо, блядь. Я бы сказал, в 12 в год получилось. А я смотрю, тут 36 штук. Да, прикинь. Е, да? Е, да? Да. Ну шо ты пидор? Да, да, я крайний. Просто стоял в очереди. Молодой человек, а намекните, у вас была Бармитцева или нет? Да, да, я крайний. Кто пидор, кто пидор, кто крайний? Да, да, я крайний. А-а-а-а. Кто тут у Стани на химиотерапию? Да-да, я крайний. Когда перепутал, э-э-э, я крайний с войдите. Да-да? Да-да, войдите типа. Зацепился человечек за да-да, войдите. Да было уже, блядь, это было. Да-да, я крайний. А ну постучи к вам. Тук-тук-тук. Да-да, я крайний. Да-да, я крайний. Ой, блядь, как это было? Да. Чем ты к нам пожаловал? Эта тусовка будет просто, блин, у-у-у, улет. В гим престарелых замерзли квас-тарас. Эта тусовка будет просто, блин, у-у-у, улет. Зеленский у жены отпрашивается на саммит большой восьмерки. Эта тусовка будет просто у-у-у, улет. Несмотря на карантин, вы хотите провести вечеринку на 500 человек. Какие ваши аргументы? Ну эта тусовка будет просто у-у-у, улет, ну блин, реально. Тупо, сами приходите, кайфанете. Да. Осторожно, это самый известный в Украине кидало. Все, как говорится, в надежном месте. Где сиськи? Лида. Все хранится в надежном месте. А сиськи где? В надежном месте. Луза, ну блин, ну гадина такая, блин, дурында. Да скажи, блин, этот твой, шо надо нажать, шо Блюкен в Мортал Комбо то так вот сделал? Гадина, блять. Коля, блин, все хранится в надежном месте, не скажу. Володимир Олександрович, а чем вы подтвердите платиздатность страны? Все хранится в надежном... В надежном месте, блин. О, это ж ты себе флешку в грудак вшил. А где твои фотки селев? Все хранится в надежном месте. Берет ноутбук, так переворачивает. Ти-дин! Именно боком, да? Так не можно было подавитись. У нас тут тортина. Да, да, да. Ты пасть порви мне. Это вообще никак. Как вам выступ в нашей паралимпийской избирной? Это вообще никак. Именно этот депутат сидит. Это вообще ни о чем. Я бы лучше справился. Хоть бы на педестал зашли, пиздец. Хотя, ну, если серьезно, нашей паралимпийской сборной гордиться стоит. Да. Помнишь, Кит рассказывал историю, что... А, да, это такое разъем. Внимание, когда-то, ну не помню в каком году, давненько, лет пять назад, было награждение наших паралимпийцев. И знаете, что им подарили? Нет, там короче приехали паралимпийцы, которые, спортсмены, которые слепые. А, конкретно с Вадом и Зору. Да, конкретно. А это не олимпийцы. Ну, короче. Ну, короче, там какие-то, да. Людей собрали. Которые завивали медали, конкретно с Вадом и Зору. То, что это было вот собрание этой организации. И им подарили, знаете, что в честь их побед и наград. Депутат приехал? Да. Картины, нахуй. Это правда. Они им подарили все такое. Картины. Тату, тату, я перший разок на горшок зробив, как? Вообще, никак. Вот, дай сюда, блядь. Смотри, никак. Чувак, даже не сел, просто прилепил. Чисто. Отец, который во всем лучше ребенка. Мой ребенок ни отчет, во всем бы его сделал, блядь. Е. Что робишь сегодня вечером? Ла-лаки летят. Спасатель, спасатель, там люди тонут. Ла-лаки летят. Это в каком-то селе мальчик, который... Извини, пожалуйста. Спасатель, спасатель, там люди из Москвы тонут. Ла-лаки летят. Ла-лаки летят. Відкривайте, хочеш, вікна в наш родильний будинок. Ла-лаки летят. Це ваш, це ваш. Есть. Есть. Будешь есть. Пенис. В пенисе ты любишь что? Пенис. А как английскую будет в нашей стране пизда? Пенис. Питер. Пенис. Чувак, это латышский маг. Питер Пенис. Нет, это порно-версия Питер Пена. Питер Пенис, бля. Приехал. Порно-версия Питер Пена, где у него огромное просто. Сейчас лети сюда, фея Винкс. Это фея Винкс. Питер Пенис прилетел. И капитан Крюк такой приходит. Немножко взбодрил. Да, Янукович Азарову давай, Миколо, давай. Бля, Янукович вот так именно. Давай, Миколо. Когда он звал его в самолет на Ростов. Давай, Миколо, давай. Быстрее, быстрее. Давай, Миколо, давай. О, деньги. Обожаю деньги. Микола, тебе за гумористический скетч заплатили пальцами? О, деньги. Обожаю деньги. 7-летний Коля гладит педофилу яйца. О, деньги. Обожаю деньги. Коля, Коля, кажуть за гроши можно сдавать под нагодный бруд. О, деньги. Обожаю деньги. Коль, это дождь, но золотой. О, деньги. Обожаю деньги. А вы заметили, что у дебилов, которые говорят деньги, никогда их нет? О, деньги. Обожаю деньги. Смотрите, у нас для вас, працовника дебила, в Польши есть хорошая схема. Вы собираете клубнику, мы платим деньги. О, деньги. Обожаю деньги. Здравствуйте, Николай Сергеевич. Я, если честно, не учил, но очень хочу сдать. О-о-о. Ха-ха-ха-ха-ха. Смотри, билет такой. Тема билета. Денюшки. Обожаю денюшки. Да. Who let the dog sound? Что? Я не знаю, что со мной, но я не отражаюсь в зеркале. Это стекло. Я не знаю, что со мной, но я не отражаюсь в зеркале. Депутат ОПЗЖ на Тернопільщине. Я не знаю, что со мной, но я не отражаюсь в зеркале. У вас же тонированные, билет. Угу. Валик, а где в тебе эрогенна зона? С меня пример берет. А шо у тебя сын такой долбоеб? С меня пример берет. А вы все в семьи закидываете ногу в форме ревнобедренного трикутника? Цифра четыре. С меня пример берет. А чо Шумко пидана попёхивает периодически? С меня пример берет. Кажуть, компанія Найк обосралась. С меня пример берет. Кажуть, планета Плутон уже не зерка. Это прям до слез. С меня пример берет. А шо тогда на доске такой интересный, ну, я бы сказал пример 2 плюс 2 Валик лох. с меня пример берет валик твои мысли по поводу омского педофила меня пример а чё твой сын вышел к доске стих не учил мне похуй буду импровизировать меняй с меня пример да давай карас камаз намасте а д от повесить блять охуенно шумы с тобой не расстались пиздатый замок я сюда валик да он боже мужчина какая красота у вас на месте бровей чушь какая чушь душа сам не видишь что это чушь чувак ну реально ты лицо нового канала чок чушь ну чушь же сам не видишь что чушь добрый вечер тоби ну чушь ну ты же сам не видишь что это чушь блин да коли встань раз бухал как говорится степ бай степ как описать ну казахстан это к этому к намасте степь за степью степь же в этом просто классно казахи для вас казахи всех любим туркменистан русский азербайджан грузия всех казахов да есть есть а за что ты купил себе теслу блин так глаза печет валентин в ебатый шерос блин так глаза пекут это не пробовал не засовывать хлебала в духовку ай блин так глаза пекут ссори мне хотя бы не на лице хотя бы не себе это мама заходит и ты у компа сидишь сынок сынок я все мам ты неправильно понял я просто всегда мечтал кончить на лицо есть только одно лицо который ты против мне просто сестра рассказывала что это потрясно погнали моя кицка я ничего не рубил вот а я ебать ты такая шута блять судьи ебать красивая нахуй я ничего не руб а вы капец ленева проститутка я ничего не рубила да давайте раз дай хоть раз но не слыхал же такого я ничего не маю против е2 е4 я ничего не маю против главный принцип куколдов я ничего не маю против политика по жизни просто делайте дайте мне ступлю и буду целовать и все блять я рядом посижу вы занимаетесь нет ефка мэр тернополя я ничего не маю против марк мэр я ничего не маю про марк марк на встрече сангерой меркель я ничего не маю против мы кстати в конце передачи всегда на гостей собак спускаем это лузан ничего не маю против давайте бегите сюда на вас когда-нибудь торт бежал это чтобы понимали что я ощущаю слушай нам еще 13 часов блять в этом плоскарте ехать объективно буква и нахуя я ничего не маю против да да и что там в занзибаре такой у меня коктейльчик то есть ну 5 негров 1 метис 2 мулата и все для тебя николай такой у меня коктейльчик и гонореей трепак такой у меня коктейльчик алло микола вам дзвонят из белоруссии то просто в пляшку налить бензин и подпалить да такой у меня коктейльчик а что это такое секс в лесопосадке такой коктейльчик в моем баре там еще есть кровавая маша там но да есть есть хорошо выглядишь бич ой извините это я пукнул тишу коля помылься и камера мотор поехали ну побоченье по-моему это лучший вариант закончить сегодняшний выпуск ребята с нами сегодня были да не мы с ними были тарас санитский татьяна пессы это было амейзин пожалуйста смотрите их сериал и поддерживайте их на лиге смех да ребят переходите по ссылочке в описании там канал ребят есть у вас канал? да виптернополь канал на виптернополь посмотрите видосики там много чего интересного посмотрите виптернополь а потом летите на авиасейлз запомни мой друг ссылка в описании авиасейлз внизу запомни очень важную штуку жизнь слишком коротка чтобы не полететь дешево в стамбул через авиасейлз вот и все всем пока смотрите ДСК